сирока новый день бацаны всем привет вторая серия с объекта на киевском тут как после бомбежки конечно у нас тут какой вылез момент ситуация ситуация я бы сказал бы смотрите вот это у нас короче вот марлан он 100 до 150 где высота 100 консолью метр тридцать или метр двадцать метр тридцать вот и он здесь прогнулся а там пузом вылез аж санкиров то есть узел увидите какой-то в стену вошел и все в общем короче что приняли решение выдавим сюда донкратом вот там на пояс обопрём перемычку по диагонали и поставим стойку и когда выдавим донкратом туда плашмяк маурулату прикрутим полосу 100 на на 10 это толстая такая и прокрутим его глухарями дабы она не смогла согнуться и выдавить там пузо уже ну и подпорка здесь будет это то что касается здесь эту крышу не мы делали то есть мы туда делали обрешетку только сделали и этого особо не заметили натянули шнурку то есть как за заметили делали там стропильную систему сюда посмотрели и обалдели вот там шнурка натянута вот прогнулась здесь вниз на сто десять миллиметров из крыша вот так вот ушла вся там даже он контур брус не видно приподняла тоже выдавила короче будем исправлять вам они идем дальше вот у нас кровля над гаражом здесь уже в принципе все готово кроме шпиля проемы под окна проемы под окна всегда делается вот таком исполнении чем это обус обусловлено непосредственно тем что здесь когда окно становится чтобы не было кармана воздушного чтобы запотевало чтобы была конвекция окна вот здесь делается горизонтально вот такая вот штучка перемычка такая вот у нас здесь два окна с этой стороны но стропила стоят из-за того что окно отсутствует достаточно часто а вот здесь уже нормально вот там вот переставили диагональные добавили по одной как я предыдущем видео про этот объект говорил вот теперь у нас расстояние нормально образовался некий вот такой вот веер но зато теперь обрешетка там будет точнее там обрешетка не будет прогибаться вот такой узелок здесь поставили доски это доски которые ограничивают минвату чтобы она не сползлала не уезжала никуда понятно ты же показывал раньше вот так но вот этом месте уже стены подняли и от крыша у нас слава увеличится будет еще перемычки на окна заливать и кладку добавлять чтобы марл от можно было припирить туда здесь у нас какая ситуация здесь выдавили сюда двадцати пяти то 20 или двадцати пяти тоннику на 25 тонником выдавили мой дан крат короче не знаю выдавили у нас перемычки по вы по ну повисли все которые опирались на это перекрытие потом еще 20 миллиметров мы его выдавили больше чем нужно положили лежень вот у нас лежень идет он у нас 150 шириной 200 высотой вот у нас так вот идет опирается на нанесущую стену здесь на двутавр покажем чтобы солнце засвечивало вот и оперли на него собственно теперь конек поставили стойки то есть подавили и вот такая вот нас балка здесь держит его нагрузку дальше то увеличено вот у нас балка стоит вот так и держите нагрузку вот там вот вы увидите на костные ноги вы там увидите саню и на костные него не на костные ноги вот она так вот по диагональке идет приходит в стойку зарезается а первым таким образом чтобы операция и на лежень и в стойку и зарезается где-то потерял кадром вот и зарезается на стропильной сейчас я вылезу покажу для чего это делается сейчас будет стойка на костные все раскрепим и уберем и она как раз эти примерно на 20 миллиметров этих сядет то есть на как бы нагрузку перераспределить сейчас вылезем наверх я вам покажу там еще как как там узлы зарезаны вот у нас лежень вот там он опирается на двутавр здесь он опирается на несущую балку вот здесь времянка вот такая вот стоит то что под анкратили там настойка стоит в самый низ который показывал а здесь на несущую стенку вот она аж бубаник от нагрузки вот так как у нас лежень дальше если мы выпустили консолью он бы уже не нес ну нес бы но вот миллиметров на 50 бы наверно но длины не хватило бы вальсу это обрезал от него ли ты вообще а ты ничего не обрезал он еле лег да да он еле лег вот поэтому здесь вот такая накосная которая упирает там конек держит то есть нагрузка работа таким образом что теперь она может лечь для того чтобы лечь и на согнуть этот конек она это не сделать не сможет вот сюда еще можно сюда вот стойку привести и вот сюда и еще упереть вань вот сюда она будет доставить еще вот сюда вот чтобы она пришла уперлась его сюда в конек до подригель туда вот таким образом будут здесь 2 2 таких лучей будет нести вот здесь вот от стропил пойдут сюда на костные ноги валют этот заменить на сотку потому что ты не сделаешь потом вот здесь так вот на костные ноги они приходят вот таким вот образом здесь будет такая затяжка стоять сбоку на шпильке а стойка вот стоит она через одну вот здесь вот стропильная да и вот здесь стропиль на эту пропускаем и стойка через одну и вот 2 на костные приходят друг дружку a 2 приходят в стойку и они приходят таким образом чтобы зарез он упирается в стойку и упирается здесь 20 миллиметров вот как вот эти вот приходят на нет сюда да в угол также и те в угол то придут вот здесь узел выполнил так вот зарезом и еще просверлить и шпилькой стянуть вот собственно сейчас чем мы занимаемся вот такие дела в общем проставляем здесь стойки накосные и идем дальше вот находимся здесь на торце вот наш лежень мы сидели только что вещали точнее я оттуда вот нас теперь у нас получается здание вот здесь вот сужается вот видите сейчас размер не скажу насколько в общем теперь у нас получается меряем вот этот пролет по проекту один размер но это все херня а мерить по факту от стены до стены допустим по внутренней стороне промерили допустим 8 метров значит пополам 4 значит лежень у нас под этот конек который ложится он на несущую опирается и на двутауэр и он должен если допустим между ними 8 метров значит по центру это 4 метра и заканчиваться 4 метра от внутренней стороны той стены по наружу значит вмеряем сюда по наружу то есть если вы тут по наружу померяем значит и там по наружу тоже меряйте таким образом у нас здесь будет идти ендовая становится вот этот угол так лежень где-то он где-то вот здесь вот пойдет например вот и соответственно конек теперь врежется вот сюда вот то есть конек врежется суда и с этой точке будет идти ендовая туда вот соответственно там у ендовая пойдет вот где ендовая пойдет там сделаем еще от несущей дутаура на подпорку либо посмотрим либо какую-то накосную кинем то есть посмотрим как распределить чтобы ее подпереть тут вот диагональные выполнены вот так вот но это конечно в любом случае вот эту убирать диагональную ее может быть надо будет поменять на одну цельную чтобы она подперла и диагональ и ендовую и таким образом чтобы она перераспределила нагрузку здесь она на молоте стоит а мы его прием нанесущую стену на 2 tower допустим и нанесущую стену то есть так по наклоном пустим вот здесь уже она стоит значит на пусть уже стоит но здесь по-хорошему мы добавим еще стоечку сюда вот стойку туда по бокам с двух сторон обшить двадцатку до вовнутрь внизу также набрать три штуки чтобы там шить на чтобы они не болтались вот такие дела в общем продолжаем следить за нашими беспонтовыми занятиями камера по-моему грязная теперь нормально ваня помаши ручки в общем утеплили гараж ваня занимается монтажом сетки вот сеточка у нас алюминиевая здесь вот что тебе подать сетки кусочек валяется да вот таким вот образом согнули одну часть подсунули под контр брус вторую сверху обрешетка ляжет на нее сейчас ваня следит я вам покажу вот так вот выглядит устройство карнизов свеса так подсунули сеточка там там у нас проклеена вот видование раш раз мазюкал у нас то нам вот вот там у нас окошки гидроизоляция такая конечно неизвестная нам досель фолдер польская вроде бы за качество изъявило желание мы не стали настаивать вот такие вот дела вот такой вот нас карниза свес образовался ты подтягивал уже вань контр брус да притягиваешь капельник конденсатор у нас здесь будет объемная рейка на софитной части мы уже обсудили за качестве вот тут еще лобовину будем но это уже софитная часть это я не знаю даже в этом году ли не в этом будем делать но главное кровлю в этом сделать там посмотрим вот сейчас мы находимся на крыше гаража но внутри да вот разложили окошко велюкс просмотрели все комплектующие сейчас плохо видно вот но короче проверили все для того чтобы послезавтра снимать видео о том как монтировать окно велюкс до имеется виду не оклад по металлу а именно монтаж окна велюкс подписчики спрашивают собственно вы я вам это все покажу как это делаем и что хочется тут еще у нас тут в этом поселке у нас ограничение по времени по шумным работам и вот такие вот моменты мы оставляем на потом увидите тут не проклеено то есть дельта таном ничего не проклеено еще будет проклеено когда нельзя будет шуметь ригеля все проклеены сначала таном вот к дереву а потом и мультибендом вот такие вот такие вот как бы такой узелок получается да вот посмотрите такой геморройный на самом деле узелок пленку видите это горизонтальная то есть вертикальные проклейки горизонтальные горизонтально это потому что пленку закончили именно там чтобы она не пошла дальше и за ригелями еще проклеивать поэтому перестыковали обвернули обвернули коньковый брус вот он у нас спаренный то есть он сверху он не обвернут сверху спокойно все выходит если мы еще сверху обмотали там было обхана был бы за него потому что только одного флексом пленкой такой можно дельтовской это делать с плавающим коэффициентом пара проницаемость мы тут также точно так же вот так все выглядит в общем все подготовлено для съемок монтажа окна велюкс вот так сверху выглядит был на шарку нас окошки вот и вот нас верхушка все вот это на корабельный хребет похоже теперь она усилена сильно достаточно неплохо давайте попробуем увеличить чтобы это посмотреть снизу на увеличен вот так вот теперь выглядит вот конструкция получилось у нас здесь еще ничего не сделали по причине того что вот здесь вот только сделали опалку залили бетон бетон армагну бетон под армопояс вот не знаю с какой стороны еще показатель сейчас будем заканчивать на гараже как раз бетон схватится нормально и мы будем продолжать стропильную систему на основной кровли ну как я уже сказал ранее в следующем видео по этому объекту выйдет монтаж мансардного окна лестницу ванька убрал терни вылезем и да пока временно не вылезет там на костной ноги соответственно нет потому что в трубу приходит давай это правильно в общем вот так вот в общем вот такое вот небольшое получилось видео вот его прерыв потому что разобьет это видит это видео монтаж окна мансардного и продолжим уже этот объект по стропильной системе то следующее видео будет то есть чтобы вы понимали вышло сейчас видео о том как ехать три минуты от волок до ярославля лишь только потому что четыре сюжета снимается это вот этот объект надо было приехать что-то хоть показать что мы сделали да вот потом по водосточки по водосточке галика он начатый но недоснятый потом у сани по обрешетке то что мы там делаем он начатый недоснятый и что-то еще а и по по воротам как я на мастерскую варю ворота он тоже еще не закончено в общем так вот оно все идет и ничего не закончено и показать как бы ничего не закончено да и здесь в принципе не закончено а вот ну в общем как то так на этом все всем пока ну а а а ну а и Продолжение следует...